Высоцкий, шутя, пел в песне про йогов. Чем славится индийская культура, ну скажем, Шива Многорук Клыкаст, еще и артиста знаем Раджи Капура, декасту йогов странную сказку. Парадоксальным образом он перечислил те элементы индийской культуры, которые не являются арийскими. Потому что все это связано с древнейшей культурой, которую сейчас сохранили Драмит. Итак, в истории Индии можно обнаружить несколько основных периодов. Первый это протоиндийская цивилизация, цивилизация по своим основным центрам, обычно называемая Харапой. Это примерно третье тысячелетие до нашей эры. В конце второго тысячелетия до нашей эры это цивилизация Медленного мэра. Затем приходит Ария. Народ, передвигающийся на колесницах, полукочевники, кочевники, владельцы огромных стад. И начинается эпоха Вет по основному памятнику, который, собственно, от этой эпохи до нас дошел. Затем, последующий период, это уже первые тысячелетия до нашей эры, период весьма напряженных религиозных исканий, возникновения джайнизма и буддизма. И когда буддизм уходит из Индии, о причинах этого мы в скорости поговорим, то начинается период следующий, и это, собственно, развитие индуизма, как сплава арийских и дравийских верований, индуизма в той форме, в которой мы его знаем. Одновременно, примерно с 4 века до нашей эры, по 4 век нашей эры, это время сложения древней индуизмской эры. Итак, начнем сначала, начнем с харапа. Что мы знаем о харапской цивилизации? Что эта цивилизация была городская, причем в городах затруднительно обнаружить какие-либо здания, подходящие на роль дворцов или храмов, но зато обнаружены открытые платформы, где, вероятно, отправлялся пункт, и аналоги этому ученые видят в современных дравийских деревнях. Кроме того, в харапе чрезвычайно был развит быт, то есть не туалеты в домах, канавки для стока воды, города в плане квадратный квадрат, символ земли, города с правильной регулярной планировкой. Основные сведения о мифологии харапы мы получаем из раскопок с печатей, значит, противских печатей, часто содержащих мифологический сюжет. В харапе была письменность, но она сейчас дешифруется, но проблема заключается в том, что харапские тексты – это обычно буквально два-три слова, поэтому дошифровывать такие сверхкороткие тексты чрезвычайно трудно. Тем не менее, процесс дошифровки идет, и можно уже говорить о том, что харапская цивилизация в чем-то была родственна шумером, и третий треугольник этих великих цивилизаций, 4-го, 3-го тысячелетия до н.э. – это Алтаз. Итак, что мы знаем о мифологии харапы? В первую очередь, это почитание богини-матери, одождествляемой со священным дремом. То, что сохранилось и сейчас в дравийских верованиях, в дравийских верованиях. Существует изображение, где богиня-мать находится либо стоящей в развилке на две дерева, либо стоящей под деревом, и в связи с этим нельзя не вспомнить ни о рождении Будды, согласно которому мать Будды родила его, встав под деревом, держать за деревом одной рукой. И это изображение девушки, стоящей под деревом, обнимающего рукой и иногда за одной еще и ногой, эти изображения регулярно украшали индийский буддийский храм. Почему? Потому что этот образ, отождествление жизни этого начала одновременно с древом, с мировым древом и богиней-матерью, образ не арийской мифологии. И, как мы увидим, именно на не арийское население, на тех, кто не принадлежал к высшим арийским кастам, именно на них и опирался буддизм в Венедине. Далее, среди харамских изображений особое место занимает образ так называемого прота-шивы. Это фигура человека, сидящего со скрещенными ногами, человеку, разумеется, бога. У него три лица, что сразу заставляет вспомнить существенно более поздний, огромный бюст шивы, шестиметровый, на острове Элефанда, где Шива изображен как властитель прошлого, настоящего, будущего. У него огромная нога буйволиная. Он сидит с обнаженным фалосом, что опять-таки заставляет вспомнить поклонение Шиве в образе Лингама, то есть фалоса. И, кстати, Лингам Шивы предстает как воплощение мировой оси. Кроме того, ученые считают, что число браслетов на руках прото-шивы, число засечек на его рогах. Это связано с символикой сторон света, а также времен года и даже обращения звезд. Таким образом, прото-шивы предстает как властитель пространства и времени. Кроме того, его окружают различные животные, то есть владыка животного мира, что тоже потом в индуизме в образе Шива будет отражаться. Значит, связан с культом плодородия обнаженных фалос. Наконец, то, что он сидит в позе, близкой к позе лодоса, говорит о том, что, вероятно, и йога тоже имела не арийские по своему происхождению корни. Еще одно изображение, это уже упомянутая богиня-мать, которая на одной из печатей обнимает за шею тигра. И также есть варианты, где она поражает некоего бойвола, вскочив ему на загривок, поражает его копьё. Этот иконографический образ нам прекрасно известен по индуизму. Это миф Аду, которая поражает демона-махившим именно в этой позе. То есть она вскакивает демону-бойволу на загривок и пронзает его копьё. И в этом же мифе фигурирует её спутник, то ли лев, то ли тигра. Таким образом, получается, что этот индийский миф насчитывает по меньшей мере пять тысяч лет существования. Вот, собственно, таковы основные сведения о Харабской цивилизации. Причины её гибели до сих пор вызывают у учёных все начали сильный смысл. Потому что версия о насильственной гибели цивилизации не подтверждается. К тому времени, когда пришли арийцы, харабские города, в большинстве цены просто уже вымерли, были разрушены с течением времени, прошло несколько веков. Поэтому учёные в качестве одной из версий выдвигают чрезмерное увеличение эрегацией, которая привела к засолению почвы. Ну, как бы то ни было, конец, значит, начало второго тысячелетия до нашей эры, примерно в 12-й веке, в Индии уже, так сказать, вовсю идёт арийское вторжение. Если взять любую книгу по индийскому искусству, то обнаружится весьма любопытная вещь. А именно, идёт раздел, посвящённый харапе. И там идут, значит, печати, статуэтки, какие-то фрагменты изданий и так далее. Потом идёт раздел, посвящённый индуизму, буддизму, потом индуизму, фотографии, скульптуры и так далее. Но раздел, посвящённый эпохе Вет, лишён иллюстрации, даже если книга сугубо искусствовечная. Нечего фотографировать, нечего печатать. Зато идут тексты. С чем это связано? Это связано с тем, что если народ живёт кочевым полу, кочевым образом, то, разумеется, материальный скарб будет минимален. Где и как такому народу возводить храм? Только в одном единственном месте, в своём сознании. Поэтому у арийцев эпохи Вет основная культура, духовная культура, это то, что они несут в своей собственной памяти, в своей собственной голове. Имущество грузится на колесницу и на телегу. Основная часть имущества бежит четырьмя ногами. Всё остальное исключительно в собственном сознании. И отсюда совершенно особое отношение к слову. Тексты Вет в Гимн Вет были сложены в примерно в XII-X веках до нашей велики. Они были записаны спустя не менее тысячи лет. Отношение к слову в Регведе совершенно особое. Слово становится фактически единственной категорией, имеющей абсолютное вытие. Слово становится выше всех богов. И это абсолютно очевидно, сходя из того, что слово и было главной культурной ценностью ведических арен. Достаточно сказать, что когда ученые стали раскапывать поселения, описанные в индийском эпосе Махабхарат, описанные как-то дворцы изумительной красоты, сложнейшей архитектуры, множественной комнат и так далее. то они обнаружили на указанном месте сборище гренобитных хижин. Вот что такое дворец в понимании качетки. А вся описательная сторона идет через слово. Итак, веды это четыре основных текста, связанных с ритуалом. А именно, ригбеда, книга кимнов, самоведа, веда напеву, яджурведа, веда жертвенных форм, и позднее к ним присоединяется четвертая адхарва веда, веда заклинанец. Арийское общество было жестко структурировано на варны, слово варна, индийское означает окрасно, вместо него так сложилось употребляют португальское слово каста с значением запутая некая социальная группа. Стойкость, ну мы будем привычно употреблять термин каста, хотя в общем не правильность научной точки зрения, стойкость кастовой системы в Индии такова, что даже современные индийские христиане заключают браки в пределах своей касты, хотя уж казалось бы, раз приняли христианство, то о каких кастах можете идти речь. Соответственно, высшая каста это брахманы, жрецы, власть духовная, вторая каста кшатрии, то есть воины и раджания, цари, власть политическая, третья каста бывающие земледельцы и четвертая шудры, которыми по сути является неарийское население. В этом смысле четыре веды очень четко сопоставляются с четырьмя кастами, где соответственно гимны соответствуют брахману, самоведа и яджоведа оказываются в соответствии к шатрям и вайшим, а вот адхарова веда, позднее включенная в состав веда, оказывается соответствием неарийского населения, то есть в данном случае шудры. Мифология рельведы не однослойна. Рельведа складывалась на протяжении колоссального количества времени и хранилась, как я уже сказала, в памяти гимны заучивались с точностью до звука. То есть каждая из частей рельведы мандала, мандала это раздел рельведы, рельведы состоит из 10 мандал. Каждая мандала, не каждая, но основные мандалы передавались в определенной семье брахманов и соответственно сын начинал с детства, с отрочества по крайней мере учить гимны с этой феноменальной точностью, благодаря чему они и прошли сквозь течения. поэтому мифология рельведы опять-таки многословна. Прежде чем говорить о собственно текстах, поговорим немножко о культе. Значит, итак, раз народ кочевой, полкочевой, то естественно храмы все будут носить в углубленный характер. То есть воздвигается жертвенный столб, раскладывается жертвенная солома, куда символически считаются севшими боги во время ритуала. И самое главное зажигается костер. Костер, священный огонь, это то, что отличает место сакронизованное от места профанного, от места худобого. В огонь льется священный ритуальный напиток соба, кидаются жертвенные лепешки, приносится кровавая жертва. Как правило, это будет корово, в огонь кидаются жертвенные лепешки, в огонь льется ритуальный напиток сома, и вообще огонь является центральной частью любого арийского ритуала. Теперь о мировоззрении лидических арий. По их представлениям существует космический закон, называемый рита. Благодаря этому закону сменяются времена года. Благодаря этому закону вообще, так сказать, происходит движение времени. Но время в представлении арийцев идет по кругу. Отсюда о том или ином деянии богов можно сказать в любом времени, в настоящем, в прошедшем будущем. При круговом времени это совершенно очевидно. Поэтому, например, о главном подвиге Громовержца Индра в убийстве змея Вритры можно сказать ты Уиндра убил Вритру, ты Уиндра убиваешь Вритру и наконец-то убей Вритру, порази наших врагов. Вот таким образом. Еще один момент, на который я обращаю внимание. Гимны предназначаются для богов, не для богов. То есть, собственно, главный слушатель любого гимна это бог, к которому данный гимн обращен. Из этого очевидного факта есть два следствия. Первое. Если я восхваляю данного конкретного бога, то я буду превозносить его достоинства так, как будто он является самым могущественным богом пантеона. И действительно, о том, кто, собственно, царь пантеона, кто в пантеоне какое место занимает, невозможно выяснить из, собственно, гимнов регрета. То есть, это выясняется, например, статистически, к какому богу больше гимнов обращено, где в пределах каждой мандала, то есть, каждого раздела располагаются гимны. И так далее. То есть, по косвенным данным, но не по пределам. Второе. Если я складываю гимн, адресую его богам, а не людям, то у меня нет ни малейшей необходимости подробно рассказывать о деяниях бога. Положительно, боги не хуже нас и даже лучше знают, когда какое чудовище было кем, как убито. Отсюда мы не встретим ни в одном гимне нятного повествовательного изложения мифа. Этого не будет. Будут намеки, будут образы. Они могут, так сказать, перескакивать с одного на другое. Сначала говорится о завязке, потом о финале, потом о каких-то промежуточных событиях. И так далее. То есть, это все обуславливается тем, что перед нами не изложение мифов, а чисто ритуальные тексты, тексты, служащие ритуальным целью. А теперь, собственно говоря, пантеон. Существует колоссальное количество систематизации ведических богов. Поскольку, как я уже сказала, пантеон складывался на протяжении веков и он многословен, то ни одна из классификаций не является адекватно описывающей весь пантеон. Я предлагаю собственную, она не очень хорошо систематизирована, но, так сказать, более четкая система приводит к утратам некоторых смыслов. Итак, категория первая. Это боги, связанные с Горозохи. На первом месте стоит громовержец Индра, царь ведического пантеона. Как уже было упомянуто, центральный миф это убийство дракона Вритры, который поглотил все семь рек севера Индостана и Индра, чтобы победить его, он вооружается своей палицей, называется это Ваджра. Ваджра в индуизме это в первую очередь молния Индры, а в буддизме само понятие Ваджра становится символом просветления, то есть просветления мгновенному как куда молнию. Итак, Индра вооружается Ваджрой, выпивает священный напиток Сомун, то есть понятно громовержец, отсюда связь с влагой, отсюда бой в опьянении. Выпивает Сомун и рассекает тело дракона Вритры, освобождая реки. То есть это фактически один из мифов о доделывании мироздания Север Индостана получает современный опыт. Второй миф это миф Вала, миф об освобождении коров из пещеры. Коровы, как мы знаем, это символ туч, рыжие коровы, то есть туч, освещенные солнцем, и когда коровы оказываются похищены и заточены в пещеру Вала, корень Вал белого значения. Преисподняя мир мертвых, когда они туда заточены, то это тем самым символизирует утрату как света, так и влаги, пресной воды. Индра посылает собаку Сараму искать путь пещеру, обнаруживается, что эта пещера за рекой, то есть понятна река, отделяющая мир живых от мира мертвых, и вместе с Индрой к этой пещере идут божественные мудрецы Ангерасы, ну а раз они мудрецы, то естественно, что им, как и любым индийским мудрецам, всю дорогу не остается ничего другого, как петь священные гимны. Фактически это, во-первых, возвращаясь от мифологии к быту, это строевая песня, которая просто помогает идти, а кроме того, это значит, что они именно культурно постоянно обновляют в памяти священные тексты. И так они поют гимны и собственно своим пением они раскалывают скалу. И сам индра практически ничего не делает, сразу вспоминаем все, что связано с волшебным помощником, при котором герой оказывается фактически по себе. И тем самым они освобождают корову. Есть еще несколько гимнов, связанных с индрой, где он предстает весьма любвиобильным богом и так далее. То есть индра это типичный антропоморфный образ громовежства, с которым связаны вполне сюжетные мифы. И этим он отличается от других богов грозы, которых я просто упомяну ради их индоевропейских имен. это неантропоморфный бог грозы Парджанье, однокоренное русское слово Перун, боги Ветра Ваю и Вата, опять же понятный русский корень в слове Ветер присутствующий. Это все боги стихии, это боги почитавшиеся в доведическое время, до сложения основного корпуса гимнов, поэтому каждому из них обращено по одному по два гимна, не больше. И плюс еще к богам грозы относятся Рудра, но о Рудре отдельный разговор. Следующая категория это боги солярные, боги связанные со стихией солнца. Первое место здесь занимает бог солнца Сурья, с чередованием РЛ мы имеем русский корень в слове солнца. Сурья может представать либо как бог едущий на колеснице по небосклону, либо как конь в эту колесницу запряженный. То есть идет отождествление коня и всадника. Не всадника, а воина колесниц. В одном из гимнов обращенных к Сурье говорится, что они, то есть мудрецы ангерасы запрягают желтоватого коня. Речь идет о том, что согласно ведическому мировоззрению движение светил возможно именно благодаря тому, что регулярно поются гимны. То есть уже в древних гимнах Регбеды намечена эта мысль, потом она будет крайне ярко выражена в поздних гимнах, мысль о том, что если бы не исполнялись священные гимны, то вообще прекратилось бы движение солнца, прекратилось бы сама жизнь. Далее, другой бог, связанный со света, Савитар, бог, у которого руки уподобляются солнечным лучам. Сюда же относится богиня Ушес, богиня Зари, корень однокоренной с русским утро и латинским аврора. О ней говорится как о девице, не имеющей брата, то есть китере, или же как о танцовщице, то есть возникает путь женской красоты, либо о ней говорится как о матери коров, то есть о богине, покровительнице влаги, покровительнице света. С солнечными богами связан и Вишну, место которого в Ригведе особое, а именно ему отдельно посвящено довольно мало гимн, пять кажется, но он довольно часто упоминается в гимнах, обращенных к другим богам. И из этого ученые делают вывод, что Вишну по своему происхождению вероятно не арийское божество, но ассимилированное довольно рано. Основной миф связанный с Вишну это миф о его трех шагах. Первый его шаг небо, второй воздушное пространство, третья земля, физический пантеон еще не знает преисподней. И этот миф потом будет отражен в индуизме очень серьезно. Далее следующая категория это боги ритуала. Их всего два это Агни и Сома. Агни это бог конкретного данного жертвенного костра. Агни это бог посредник. Благодаря ему жертвы от людей доходят до богов и соответственно наоборот божественная помощь доходит до людей. Мифы об Агни это мифы о его рождении. А именно говорится что он возник на небе, говорится что он был найден в водах и кроме того земной как бы Агни рождается от трения друг от друга двух кусков дерева. Два куска дерева называются обычно родителями Агни или одновременно его двумя человеческими джонами. Миф о рождении на небе рождении в водах иногда объединяется и в таком случае говорится что Агни родившись на небе упал в воды и был воспитан семью сестрами под которыми можно понимать как 7 рек севера Индостана вообще миф о том что огонь из вод это понятно один из древнейших мифов творений. Итак значит либо это 7 рек либо это 7 основных стихотворных размеров которыми написаны. Далее главная функция Агни очищать то есть он очищает человеческие просьбы именно в таком виде как бы вот лишенными их профанности они идут богам поэтому место гимна в кадре в Редведе очень четко выделено это первый гимн практически каждой Манданы и это последний гимн Редведе тоже гимн Кат В позднее В позднее Ведическое время когда индийцы начинают философствовать о первой причине бытия одним из вариантов на роль первой причины оказывается Агни Вселенная была проглочена сокрытым мраком Солнце явилось взором когда родился Агни то есть Агни как первая огонь в середине гимны к Соме выделены в отдельную девятую мантулу Сома это напиток который как я уже говорил его льют в огонь но его употребляли и поэти так сказать в процессе сложения гимнов как опять-таки я уже упоминала это любимый напиток Индры Громоверства что мы знаем об растении Сома мы знаем буквально следующее что у растения под названием Сом есть стебли эти стебли отжимают сок пропускают через цыгинку из овещей шерсти разбавляют молоком кипятят и вот в таком виде пьют причем этот напиток обладает резким запахом и кажется является глюцинодином ни в одном из гимнов нет упоминания того чтобы у растения Сома были корни листья цветы плоды но при этом в гимне говорится что Сома был изначально в горах и именно оттуда его похищает орел по приказу Индра Какое растение может послужить реальным прообразом С учетом того что нет ничего кроме стеблей при этом напиток получаемый из них с резким запахом и глюцинодин растет в горах ученые сделали тот логичный вывод что Сома это гриб потому что известно что грибы являются достаточно сильным глюцинодином миф о добывании Сомы орлом по приказу громовержца является одним из вариантов мифа который мы имеем в частности и в Греции как сказание Прометей и добывание огня и в Индии в Скандинавии где это миф о добывании верховным богом Одином меда поэти собственно говоря везде фигурирует верховный бог его орел объект добывания то есть огонь мед поэзия и священный напиток гора в горе Прометей с горы летит Один в обличье орла с горы летит орел с Сомой и вот эти три мифа они являются как бы показателем того как из одних и тех же кусочков мозаики могут быть сложены три разных узора то есть если в Скандинавии и в Индии громовержец заинтересован в добывании в Скандинавии добывается в Индии приказывает орлу то в Греции напротив угром одержится крадут подробнее на этом останавливаться не будем далее следующая категория это боги космические принципы здесь основное место занимает пара Митра Варуна Митра в переводе друг бог которому посвящен всего один гимн так сказать благой бог настолько хороший что говорить о нем особо ничего гораздо более интересная фигура Варуна его брата Варуна это воплощение суровой справедливости беспощадной но столь же беспощадной сколь справедливости основная просьба к Варуне отпусти нам грех как отпускают слабо затянутую пель ученые предполагают что Варуна это бог который был главой до ведического пантеона поскольку в некоторых гимнах он сопоставляется с Энерой и превозносится на гимна а Варуне говорят как о боге дворце который разослал землю и укрепил ее колышками подобной шкуре жертвенного животного то есть акт творения уподобляется акту жертв приношения кроме того а Варуне говорится что он вложил во все живое их нынешние качества вместив там дамку остроту скорость силу зверям и так далее вместив солнце луна неба и так далее и так далее самое главное что Варуна это хранитель мирового закона который закон Рита представляется либо по мифологическому тождеству противоположности либо как золотая колонна то есть мировая ось либо как тысяча колонн то есть как бы мировая ограда и в этом случае мировой закон еще может отождествляться со стеной дождя ограждающей космос от хаоса вот таким вот образом следующий бог который воплощает в себе космический принцип это уже богиня самых поздних гимнов это богиня Вач то есть с висел висел